Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках проекта «Успешной практики в жизни. Повышение потенциала инфраструктурных организаций для НКО», который реализует Белоготворительный фонд развития сообщества «Гарант» на средства Фонда президентских грантов, мы с вами проводим второй видеоурок по теме «Как помочь инкоммерческим организациям ввести социальные услуги». Экспертом сегодня этого урока выступаю я, Чуракова Светлана Борисовна, для специального управления Алтайской краевой общественной организации «Поддержка общественных инициатив». И в течение пяти лет мы занимаемся этой темой. Я работаю с этой темой не только на территории Алтайского края, но и на территории различных субъектов Российской Федерации. Итак, начнем наш урок. Нужно сказать, что руководители и сотрудники некоммерческих организаций очень часто высказывают свое осуждение тому качеству услуг, которые предоставляют различные государственные муниципальные учреждения. И определенные предложения звучали от некоммерческих организаций, как надо организовать эти услуги, как лучше повысить качество, как обслуживать клиентов и наши целевые с вами группы, группы некоммерческих организаций. А на сегодняшний день к нам пришла возможность попробовать сделать этим самим. Нас активно приглашает государство стать поставщиками некоммерческих организаций, соответственно, выйти из привычных для себя образов и переодеть свой костюм, к которому мы привыкли, в костюм поставщика социальных услуг. Соответственно, мы очень долго вырабатывали определенный алгоритм, чтобы понять, как эффективнее работать с некоммерческими организациями. И на сегодняшний день этот алгоритм, в принципе, привычный, наверное, для вас, ничем новому не отличается, но он складывается следующим образом. Это, конечно, мы информируем организации, мы обучаем, мы консультируем и сопровождаем их. Вопрос остается в следующем. О чем информировать, чему и как обучать, и консультировать, и в чем именно сопровождать. И чтобы получить ответы на эти вопросы, мы должны проанализировать те проблемы, с которыми столкнулись некоммерческие организации. Конечно, этих проблем огромное количество. И когда вы будете разговаривать с некоммерческими организациями, значит, что-то рассказывать о том, что у них нет материальных ресурсов, у них нет кадрового потенциала, значит, что среда неблагоприятна для развития и для вхождения на рынок социальных услуг. Но это все те проблемы, с которыми не должны работать ресурсные центры, с которыми должны работать либо сами организации, если это касается их организационного развития, мы, конечно, можем им в этом помогать, либо сферы и системы, в которых они будут работать. Это тоже мы можем, конечно, продвигать, лоббировать интересы общественных организаций. У нас есть группы рабочие, и в рамках дорожных карт работают, и в рамках комплексных мер, которые этим занимаются. Но ресурсный центр непосредственно должен помогать решать те проблемы, которые мы выявили в ходе уже своей работы. Первая проблема – это некоммерческие организации не умеют вычленять услуги. Они мыслят категорией общей деятельности. То есть мы занимаемся помощью людям, страдающим таким-то заболеванием. Или мы работаем с многодетными семьями, либо мы работаем с людьми пожилого возраста и так дальше. Они не умеют рассчитывать стоимость конкретной услуги. То есть опять мы мыслим категориями, либо проектными, когда мы делаем бюджет, либо направлениями и тоже рассчитываем. А вот конкретную услугу просчитать, заложить все расходные, все необходимые составляющие – это для нас, для некоммерческих организаций сложно. Не умеют правильно представлять услуги клиенту. То есть опять же клиенту мы позиционируем себя. Если мы посмотрим наши информационные материалы, мы увидим, мы рассказываем о том, какие мы белые и пушистые, как много мы делаем доброго и хорошего, но практически нигде нет термина «услуга». Если она появляется, то она выглядит очень нелепо, потому что да, мы пытаемся засунуть все подряд. Именно из-за этой попытки засунуть все в одну услугу у нас часто и недовольство тем, что услуга эта получается дешевая, потому что мы неправильно ее позиционируем. Очень низкий уровень делопроизводства. То есть многие некоммерческие организации вообще на этом не заморачиваются, не пытаются сделать свое делопроизводство качественным. А если мы говорим о работе с бюджетными деньгами, о работе, где нашими заказчиками будет выступать государство, соответственно, отчетная документация, вся документация по производству услуг, соответственно, должна быть достаточно высокого уровня. Кроме того, что вообще делопроизводство слабо поставлено, тем более мы не знаем специфики. То есть некоммерческие организации не знают специфики отчетных документов, и здесь, конечно, тоже нужна огромная работа. И еще одна проблема, она такого общего характера, но очень важная. То, что НКО не верят в свои силы, в свои способности и возможности. Здесь, конечно, ресурсный центр тоже должен выступить таким стимулятором, мотиватором, что ли, организации поверить. Потому что в действительности многие организации уже системно долгое время реализуют услуги и просто не дают этому себе даже оценку и не признаются в том, что они это делают достаточно качественно, системно и уже длительное время. Поэтому вот как раз с этими проблемами, на мой взгляд, и должны работать некоммерческие организации, и должны работать ресурсные центры. То есть любая инфраструктурная организация, в дальнейшем мы будем ее называть ресурсным центром, просто потому что, ну, чтобы меньше времени занимало. Значит, понятно, что вот алгоритм, который представлен, он ничего нового в себя не несет абсолютно. То есть этот алгоритм, он применим для работы ресурсных центров с некоммерческими организациями в любой момент, когда нужно помочь общественной организации или содействовать общественной организации в освоении новых компетенций, новых функций, значит, в знакомстве с новыми возможностями и вхождение в какие-то новые роли. Поэтому вот я думаю, что для вас это все известно, но мы немножко пройдемся. Но чтобы понимать вообще, что нужно будет от некоммерческих организаций, к чему вы должны будете прийти в результате информирования, обучения, значит, консультирования, сопровождения, вот это те первые действия, которые должны совершить при вашей помощи некоммерческие организации, они выстроены вот в этой логике. То есть первое, это, конечно же, нужно проанализировать деятельность организации, вычленить услуги и их получателей. Второе, классифицировать эти услуги по социальным сферам, а их у нас, как вы знаете, пять. Образование, здравоохранение, социальная защита, культура и физическая культура. Значит, соответственно, дальше определить источники, за счет которых оказываются услуги сегодня. Когда вы начнете вычленять, вы увидите, что практически каждая организация оказывает как минимум несколько услуг, касающихся информирования населения, сопровождения населения или диспетчирования. То есть в любом случае организация оказывает услуги. Соответственно, нужно понять, за счет чего сегодня она оказывает услуги. Составить список потенциальных плательщиков и покупателей. При этом мы помним с вами, что у нас с вами получатель услуги, плательщик, это, как правило, разные люди. Получателем может выступать ребенок, плательщиком родитель, либо благотворитель. Может быть получателем человек пожилого возраста или человек с инвалидностью. А покупателем этой услуги, плательщиком, может быть, соответственно, органы государственной власти, либо опять те же благотворители, либо это гантодающая организация, в рамках проекта и так дальше. Дальше мы должны составить список потенциальных покупателей. А кто может, в принципе, покупать? Очень часто здесь в общественных организациях возникают очень большие проблемы, потому что они не видят, вот они и знают свою целевую группу, и считают, что они же, только они могут получать услуги. На самом деле, безвозмездно, может быть, за счет государственных компенсаций будут получать одни, а другая целевая группа может получать услуги на других условиях, либо вы сочтете возможным ее как раз, чтобы они получали услуги через компенсацию. Например, всегда вы работали с детьми-инвалидами, а сейчас вы будете работать с детьми или с теми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и которым также соцзащита может оплачивать определенные услуги. Затем необходимо изучить рынок. С точки зрения того, а кто еще подобные услуги оказывает, в какой комплектации, по какой цене, то есть посмотреть все это очень внимательно, и, соответственно, исходя из этого, выявить те преимущества, которые есть у вашей организации, у металлической организации, оценить затраты организации на оказание каждой услуги, как раз, ну, кто себе стоимость и подходим, да, и к ценообразованию, сравнить стоимость услуг на рынке, потом составить бизнес-мотель организации, как она выглядит сегодня, к чему вы хотите стремиться завтра, в перспективе 2-5 лет, и составить план действий для достижения вот этой модели будущей. Вот такой алгоритм мы предлагаем своим некоммерческим организациям, и по этому алгоритму мы двигаемся, используя те инструменты, которые имеет ресурсный центр. То есть наша задача с вами – сопровождать некоммерческие организации по этому алгоритму, используя имеющийся у вас инструментарий. Первый инструмент, о котором мы говорили, это информирование. Главное, нужно для себя понять, что если у вас не будет убежденности в том, что это реально, в том, что это нужно и возможно, выйти на рынок социальных услуг и получить денежную компенсацию, то, наверное, у вас успеха не будет. Поэтому первое, нужно быть уверенным, и второе, информировать НКО, в первую очередь, о возможности, которые предоставляет выход на рынок услуг. Какие же это возможности? Это возможность привлечь новых клиентов, новые целевые группы. Очень часто у общественных организаций такая задача стоит с точки зрения оргразвития. Привлечь новых партнеров, потому что эти партнерства могут быть совсем на других условиях, чем ранее. Создать новый имидж для организации, повысить ее статус. Это возможность привлечь новых сотрудников и добровольцев, потому что они теперь могут работать в сфере оказания услуг, а это новые специальности, это новые компетенции. Привлечь новые денежные потоки. То есть помнить надо, что вхождение в реестр позволяет привлечь компенсацию в качестве оплаты за услуги. И это будет тот самый небольшой ручей денежных средств, который раньше в организацию никогда не поступал. При том, что прежние все, они остались, их никто не забирает или не подменяет. И это тоже возможность расширить свой денежный поток. И получение, конечно, новых компетенций, как для отдельных сотрудников, так и в целом для команды некоммерческой организации. Как информирование? Ну, в принципе, тоже привычные для вас источники. Первый – это информационные рассылки, разделы на сайты, группа в социальных сетях. У кого что есть, кому что приемлемо, для кого что удобно. У нас, например, есть раздел на сайте поставщиков социальных услуг. Соответственно, что мы размещаем? Мы размещаем там изменения нормативно-правовой базы, принятие новых законов, полезные ссылки в интернете, которые необходимы, успешные практики, метод материала, стандарты, информация об обучающих и мероприятиях, которые происходят по этой тематике. То есть, соответственно, здесь все достаточно просто. Информационные семинары, вебинары. Мы стали практиковать их как раз с этой темы. Раньше мы этого не делали. То есть, это короткие семинары по полтора, максимум два часа, на которых мы более подробно разбираем федеральные законы, по которым будут работать эти организации, которые хотят стать поставщиками услуг. Федеральный, например, закон 442, об основах социального обслуживания населения. 273 об образовании в Российской Федерации. Обсуждаем дорожные карты развития социальной сферы. Обсуждаем комплекс мер по доступу СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг. Это очень важные документы, потому что, когда мы с людьми разбираем это на информационных семинарах, у них появляется понимание, какие же поддержки, какие формы поддержек, какие льготы у них появляются, когда они становятся поставщиками социальных услуг. И последний инструмент информирования, это, конечно же, пуклет и газеты. Но он достаточно дорогостоящий, поэтому мы используем его только на последнем этапе, когда мы хотим сделать некую книжку, настольную, так скажем, которой человек будет пользоваться длительное время. То есть, например, написать небольшую брошюру, как участвовать в торгах, или как войти в реестр поставщиков услуг и успешно получать компенсацию. То есть такие какие-то вещи, которым человек, руководитель организации или сотрудник организации будет пользоваться длительное время. И, как правило, уже для тех, кто у нас прошел через определенную систему, в том числе и обучение, в которое мы как раз с вами переходим дальше. Обучение некоммерческой организации по теме выхода на рынок, оно очень многокранно, сложно. И для многих организаций, несмотря на то, что действует уже с 2012 года, она все-таки нова. Поэтому здесь формы могут быть разные. Все, конечно, очень сильно зависит от того, какие вы задачи перед собой, как ресурсные центры ставите, и каких эффектов хотите достичь. Потому что если ваша задача все-таки, чтобы в реестре появилось как можно больше некоммерческих организаций, и они работали эффективно, и получали компенсацию за счет этого, оказывали качественные услуги, и вообще менялось качество услуг в социальной сфере, то, конечно, нужен весь комплекс образовательный. Ну вот мы, в свою очередь, проводили школу для поставщиков социальных услуг, которая состоит из цикла семинаров, тренингов. Как правило, они начинаются с транссессии, но если информационных семинаров у вас не было, то начинается оно с информационного небольшого семинара. Соответственно, после того, как проходит у нас трехдневный семинар, это стратсессия такая, на котором мы разбираем деятельность организации, соответственно, рассматриваем, какие услуги организация может выделить, какие ресурсы для этого задействованы, к чему организация стремится, какой потенциал у нее есть, мы, соответственно, и делаем стратегические планы развития на ближайшие годы, то, соответственно, после этого трехдневного семинара у нас запускаются тематические однодневные семинары, ну такие, как, например, как работать с госзакупками и на торговых площадках. Значит, семинар по ценообразованию, семинар по внедрению изменений в организацию, семинар по продвижению услуг и так далее. Что все это будет зависеть от того, как будут двигаться ваши организации, какие проблемы, вопросы у них есть, исходя из этого, вот эти узкотематические семинары. Но есть, конечно, базовые вещи, о которых я вам сказала. То есть это участие в торгах, это вхождение в реестр, это ценообразование, это маркетинг, продвижение услуги, а остальное все, конечно, дополнительно. Но все эти семинары, у нас такой более классический характер, и там больше вещей, работающих на получение информации и знаний. А вот на то, чтобы закрепить навыки, лучше, конечно, практические мастерские, кейс-мастерские, мастер-классы. Вот в рамках этих обучающих мероприятий мы как раз разрабатывали модель развития некоммерческой организации, как поставщика услуг, то есть бизнес-модель. Мы разрабатывали стандарты на конкретные услуги, мы проводили мастер-классы тех организаций, которые уже вошли в реестр. Они рассказывали, как правильно оформить документацию и с точки зрения входения в реестр, и с точки зрения отчетности для получения компенсации. Соответственно, проводили кейс-мастерские по решению конкретных управленческих задач, которые возникают у поставщиков услуг. И еще одна форма обучения, это, конечно же, онлайн-обучение. Сейчас она очень широко распространена, но в первую очередь потому, что позволяет человеку в любое удобное для него время, в любом удобном для него месте получить определенные знания, но есть определенные ограничения. Эта форма не позволяет отработать очень серьезно навыки. Она требует для того, чтобы вы прошли обучение, а потом, соответственно, вы где-то должны это отрабатывать. Может быть, на базе своей же организации, некоммерческой организации должны потом отрабатывать. Поэтому мы практикуем это как видеоуроки, как вебинары, как модные такие вещи, либо по очень узким конкретным темам. А если все-таки у вас не получается сделать ученую школу, то, конечно же, может спасти онлайн-курс. Мы тоже проводили онлайн-курс немножко по другой тематике, но весь смысл в том, что вы должны замотивировать организации, отрабатывать эти навыки у себя в команде, в своей организации. После каждого видеоурока есть определенное практическое задание, соответственно, которое они должны выполнить. Хочу сказать сразу, такие заметки на полях. Во-первых, очень эффективно, если в семинарии участвует не один человек от организации, а три-четыре, вот именно на статсессиях, особенно и на мастерских, потому что там нужна коллективная деятельность, коллективная командная работа и коллективное решение. Это позволяет сразу в рамках семинара наработать тот продукт, с которым можно уже приходить в организацию и начинать действовать. А в противном случае вам нужно создавать игровую ситуацию в образовательном процессе, и потом этой организации все дополнительно придется перерабатывать, тратить те же самые, там, три, а то и больше дней. Значит, надо на берегу договаривать со всех правилах, можно составить договор. Каждый последующий, вот у нас было четыре таких основных правила. Первое, каждый последующий семинар, когда приходит, каждый последующий семинар, участник, который приходит, должен владеть знаниями и навыками, полученными представителями его организации на предыдущем, чтобы вы не тратили время на повторение, на дублирование, тем самым не отвлекали внимание и не снижали эффективность работы других организаций. Второе, это участник после семинара должен взять и транслировать знания другим членам организации. Участник семинара, сегодня один, завтра другой, он может вообще уйти из организации, чтобы знания, как минимум, оставались внутри организации, они должны быть транслированы. Третье, в команде отрабатываются полученные знания, внедряются представленные инструменты. То есть на каждый последующий семинар организация приходит с определенными наработками, презентует их для всей группы. Это очень важно, с точки зрения обмена опытом, с точки зрения делиться успехом, может обсуждать какие-то неудачи, понимать, что происходит. И четвертый, участник семинара имеет первоочередное право на получение консультации по теме обучения. То есть по сравнению с теми организациями, которые не пришли на обучение, а потом с этой же тематикой к вам приходят, и вам приходится пройти огромное количество времени, практически разбивая в консультации, давая куски постоянно вот этих семинаров. Это очень неэффективно, с точки зрения трудозатрат вашей организации. Следующий инструмент – это консультирование некоммерческих организаций. Здесь ничего нового я для вас не открою. Это, соответственно, мы используем три формы. Очное и индивидуальное консультирование, значит, групповое консультирование, оно может быть и очное, и онлайн консультирование, и, соответственно, онлайн консультирование. Ну, во-первых, у нас есть определенные тоже правила, которые наработаны уже с годами, консультирование не более 60 минут. Ну, некоторые специалисты говорят о том, что это много, но вот по данной теме у нас рассложилось. Меньшим временем мы не получаем, потому что тема очень сложная. Лучше по предварительной записи, у нас всегда предварительная запись, и консультация только по узкозаявленной теме, то есть расплываться нельзя. А то, что там поговорить о деятельности организации, может какие-то моменты еще возникают, это, пожалуйста, за чаем, после консультации всегда возможно поговорить и поцеловать. Наша любимая. Групповое консультирование. Мы практикуем два вида консультирования, как консультирование специалистов одной организации, так и консультирование специалистов из разных организаций по одной тематике. То есть это может быть и на базе вашего ресурсного центра, и выездные на базе одной из организаций, в которую приезжают все другие участники консультации, соответственно. И здесь же мы практикуем такую же скайп-консультирование. Сейчас достаточно удобная форма, когда вы имеете контакт, не только еще и визуальный, как говорится, поэтому очень легко взаимодействовать, друг с другом консультироваться, в постоянном диалоге быть. И онлайн-консультирование начали мы практиковать сначала с представителями некоммерческих организаций, которые вне зоны доступа, так скажем, территориально находятся, те, которые имеют такую возможность, но сейчас достаточно широко практикуем это и с некоммерческими организациями, находящимися на территории даже города Барнаула, потому что это минимизирует затраты временные и расширяет количество консультантов, которые могут принять в этом участие, и также снимает ограничения все с помещения. То есть для этого не нужно специальное помещение, мы можем это делать дистанционно, даже с своего дома, так скажем, или даже с командировкой, когда находимся. Следующий инструмент, о котором не хотелось бы поговорить, это сопровождение некоммерческих организаций. Это, конечно же, самый затратный, на мой взгляд, самый сложный инструмент, но в этой теме без него очень сложно обойтись. Если организация серьезно встала на этот путь, она в течение примерно полугода, как минимум, требует постоянного включения специалистов разного профиля, в том, чтобы его деятельность действительно менялась, в том, чтобы динамика не падала, выхода на рынок услуг. И, значит, в чем сопровождение? В переформатировании деятельности для выхода на рынок услуг. Значит, высокий уровень включенности специалистов в деятельности организации и происходящих процессах, вот особенности. Потому что, ну, вы должны знать эту организацию досконально, вы должны изучить все нюансы этой организации, вы должны понимать специфику, культурные какие-то традиции, корпоративные нормы и так дальше. Здесь должен быть высокий уровень доверия между специалистом, который сопровождает организацию, и руководством, а лучше в целом команде. Высокий уровень компетенции, потому что специалист, который проводит сопровождение, он как должен быть такой, значит, и швец и жнец, но где и греч, значит, то есть он должен владеть максимальным количеством компетенции, которые можно передать, которые можно проанализировать и так дальше. Умение быстро анализировать, ну, это такой, знаете, кризис-менеджер, по идее, должен быть в лучшем случае. Я понимаю, что многие из вас скажут, что у нас нет такого специалиста, но всему можно обучиться, и главное начать работать, потому что можно использовать и команду. Вот я как раз пишу о том, что еще одна специфика, это о том, что требуется большой затраты времени, и очень часто ни одного специалиста, он не обладает широкими компетенцией, от ряда специалистов, которые знают, один знает бухгалтерский учет, со всеми нюансами работы с бюджетными деньгами, дело производства, работа с органами государственной власти, со средствами массовой информации, по продвижению узлов к их продажам, также специалист, который может разрешить конфликт, предотвратить конфликт, то есть снять конфликтную ситуацию, тоже очень важно. Еще одна особенность, это высокий уровень готовности руководителей и коллектива организации. Коллективного органа управления организацией к внедрению изменений, потому что любые изменения – это сопротивление. Поэтому организация должна быть понимающей, что на определенном этапе, она придет к тому, что часть сотрудников может уйти, какие-то перейти, кто-то придет новый, их надо будет по новой обучать, что будут какие-то ситуации не очень, не полного понимания, надо будет работать с коллективом достаточно серьезно. И если говорить о формах сопровождения, то все, которые ранее я перечисляла, это тренинги, семинары, мастерские, стратегические сессии, консультации, но все это уже со специалистами, добровольцами, конкретной организацией, с учетом ее специфики, имеющихся ресурсов, корпоративных норм и традиций. Второе – это работа с внутренней документацией организации и внешними информационными материалами, то есть материалами, которые организация выпускает о себе. Третье – это анализ деятельности, система управления, возможно, даже программный и финансовый аэргит потребуются. Потому что если вы входите в новую зону, в новые компетенции, то лучше проверить, что все было действительно правильно, что не было нарушений, потому что вы их не замечали, никто вам на них не указывал, приходите работать с бюджетными деньгами, приходите работать с заказчиками, с государственными заказчиками, и появляется очень много претензий, которые очень сложно потом будет исправлять. Дальше – нужен постоянный мониторинг происходящих процессов и изменений и своевременная их корректировка. И пятое – это часто при сопровождении приходится выступать в качестве фасилитатора, модератора различных рабочих групп, совещаний, планерок, организаций, потому что, во-первых, работа некоммерческих организаций это всегда рутина, которая затягивает текучка, которая мешает двигаться вперед или каким-то образом меняться. Срабатывает принцип «нет пророков в своем отечестве», поэтому очень хорошо, когда внешний специалист участвует в этих процессах. И, конечно, демотивирующий фактор. Очень много разных, и особенно усталость руководителя. В первую очередь нужна мотивация и поддержка руководителя в связи с возникающим сопротивлением, в связи с непониманием и так дальше. То есть должен быть человек, который будет поддерживать эмоционально в этом вопросе. Работа может вестись по предложенному алгоритму, о котором мы говорили, соответственно, ранее. И организация может к вам прийти на любом этапе. И ваша задача – ее быстро протестировать, посмотреть, что организация уже по этому алгоритму, соответственно, смогла сделать, на каком она этапе у вас находится, и ее протестировать. Они себя проверят. Вы и поймете, составите план действия, что же делать с этой организацией в дальнейшем. Значит, еще заметки на полях. Не все некоммерческие организации нужно втягивать в рынок. Это первое. Каждому овощу свой срок. Смотрите готовность к потенциалу организации. Не пытайтесь тащить, если организация всеми силами упирается, не готова к этому, значит, еще не время. Помните о том, что потребность и мотивацию можно формировать. То есть, с одной стороны, не тащить, с другой стороны, не ждать, что созреет, что у них нет мотивации. Надо попробовать сформировать потребность и мотивацию организации. Любые изменения вызывают сопротивление. То есть, вы должны это помнить и к этому быть готовы. Не думайте, что все пойдет так гладко. Мало лучше, чем ничего. Надо постоянно об этом напоминать некоммерческим организациям. Это по поводу низких тарифов, больших документооборотов и так дальше, что у нас есть денежные средства на проектную деятельность, но все меняется в этом мире. Поэтому лучше мало из разных источников, но это лучше, чем ничего. Начинать лучше с понятного, менее затратного и наиболее эффективного. Поэтому мы своим организациям предлагаем заходить на рынок поставщиков услуг именно в сферу социального обслуживания. Потому что закон понятен, четко прописан, все правила игры истны, все компенсационные выплаты также истны и очень много прецедентов. И для большинства организаций это более понятная сфера. Постоянно мониторьте ситуацию, и если она меняется в не лучшую сторону, может быть, есть смысл сделать паузу для анализа результатов и оценки эффективности вашего работа к ресурсам от центра. Может быть, где-то вы слишком много вкладываете ресурсов, а эффект совершенно не получаете от этого. Значит, надо приходить к другому инструменту. Значит, надо выбирать другие формы работы. Собирайте успех. Успешные практики, истории, технологии. Делитесь успехом. Это очень важно. И закончить мне хотелось бы сослаться на те информационные ресурсы, которыми вы можете воспользоваться в дальнейшем. Ну, во-первых, это сайт, соответственно, благотворительного фонда «Гарант», на котором есть эта программа, в рамках которой мы проводим урок, и масса информации полезной, в том числе и другие видеоуроки, для поставщиков социальных услуг и для ресурсных центров, для инфраструктурных организаций. И вторая, значит, соответственно, для того, чтобы помочь вам, может быть, как консультантам, как тренером, как экспертом по сопровождению, как коучером, это, соответственно, сайт нашей организации, где есть раздел «Поставщикам услуг», и там достаточно много методических материалов, вебинаров, буклетов, брошюр выложено. Вы можете также этим пользоваться. Ссылки вы видите. До свидания. Спасибо большое за ваше участие. Удачи!